Друзья, всем привет! Мы вчера приехали в город Измир вечером уже, и вот сейчас едем в сторону центра, в сторону набережной. Достаточно такой большой город с многоэтажками, с высокими зданиями, и очень много здесь всего на самом деле интересного, неоднозначный такой город. Я так понимаю, здесь у них нет вот этого всего, связанного с землетрясением, и поэтому они здесь высокие здания строят. У них очень много платных дорог, магистрали, но это, конечно, город большой. Еще есть порт, здесь прям очень большой порт, я смотрю, там с этого порта можно попасть в Афины на ферри. И здесь у них есть метро, всякие разные вот такие вот трамвайчики. Вообще общественный транспорт в Турции очень хорошо развит. Лиман. Вот трамвайчик. И очень много зелени. Вот даже где трамвай едет, травка растет даже в тени. И еще вот эти вот все растения, они сейчас летом распустились, начали цветочки цвести. Зимой были только деревья, только листики зеленые. Посмотрите, какой, во-первых, большой город, с такой набережной широкой, мощеной, красивой. И нам очень повезло, что сегодня праздник Курбан-Байрам здесь, в Измире, и нет вообще людей практически. Ну, еще плюс ко всему день. То есть все где-то либо сейчас на отдыхе, на курорте, либо где-то дома. Но все закрыто, даже все рестораны закрыты. Ну, вот эти, скорее всего, вечером откроются, которые на набережной. И очень большой город, большой порт у них здесь. Зелени много. Прям такой классный город. Ну, это типа Стамбула. Стамбул на минималках. Просто Стамбул, он грязный, во-первых. Во-вторых, там очень много всяких разных людей со всего мира. А Измиры это именно вот, наверное, про Турцию, про такое вот. Именно про то, как именно турки живут. Потому что довольно чистый город, нужно отметить. Несмотря на то, что это мегаполис. И парковки здесь, в принципе, всего лишь 35 лир стоят на целый день, на 12 часов. Прям вот в такой центральной части, в набережной. Ну, сегодня выходной день, наверное, бесплатно. Здесь еще на набережной вот такие вот классные трамвайчики. Винтажные. Винтажные трамвайчики. И, если я не ошибаюсь, такие есть еще. Они полностью по всей набережной проходят. Здесь 30 километров набережная. И есть еще такие дискотечные тоже трамвайчики. Там можно выпивать, танцевать. И здесь еще фейри ходят. С одного берега на другой берег из мира. Красивый город. У меня первые впечатления только позитивные. Сегодня очень ветрено. Поэтому не чувствуются жары. Но набережная очень красивая. Вот украшена вот так вот деревянными досками. И корабли здесь стоят, заливы. Город, конечно, очень большой. Он идет возле берега. И вот так вот вверх туда на сопке. А вот, друзья, собственная фейри как раз таки. Вот эти вот лодки, которые перевозят людей с одного берега на другой. Они очень скоростные. И, как я уже говорил, неоднократно здесь очень развит. У них общественный транспорт. Также вот всякие разные мопеды есть, скутеры. Все можно в аренду взять. Вот путешественники пошли. И, как я уже говорил, неоднократно здесь. И, как я уже говорил, неоднократно здесь. И, как я уже говорил, неоднократно здесь. Мы, как всегда, приехали на самую высокую точку города. И вот отсюда видно вот этот вот Измирский залив. Видно, как трасса проходит через весь город. Новые здания здесь видно, многоэтажки. Там витрины и генераторы. И туда дальше уходит стадион. Там город туда в долину уходит. И здесь такой вот район неблагоприятный. Типа каких-то трущоб. И вот здесь вершина такая. Обычно в Турции всегда на вершинах. Они делают на самой высокой точке, во-первых, детские площадки. И плюс ко всему здесь есть еще вот такая вот большая парковка. Ну, наверное, на автодоме сюда будет тяжело подняться. Потому что там просто какие-то невероятные подъемы. И я даже не знаю, как забираются сюда машины на переднем приводе, на моноприводе, на заднем приводе. Потому что мы ехали на 4 ВД и достаточно так, ну, было тяжело машине порой. И здесь еще нужно отметить, что в этом городе оказывается Мустафа Кемалья Татюрк. Был геноцид, в общем, христиан, армяний и греков и еще ассирийцев. То есть он здесь практически всех вырезал. И я не знаю даже почему, с чем это связано было. Мы сейчас читаем, только узнаем, углубляемся. Ну, пока ничего еще не понятно, но очень интересно. И здесь еще парк. То есть сюда прямо можно приехать. Здесь стайлы есть. Друзья, а это вообще какой-то шок-контент. Я даже не знаю, как это назвать. Потому что это крепость древнейшая, которую построили греки здесь. Или македонский Александр, или греки. Ну, и впоследствии, естественно, это была римская крепость. И вот главные ворота. И что самое интересное, что мы просто взяли и заехали сюда на машине, в эту крепость. И вовнутрь. Там как бы тоже машины все паркуются. Но здесь бесплатный вход. И они сделали такой типа парк. И люди вот просто могут вовнутрь заезжать. А раньше здесь сражения велись за то, чтобы удержать. А мы сейчас просто взяли и приехали на машину. Сели. Здесь вот домашних животных. Вино, вернее, животных, которые здесь живут, поят. Везде вода стоит. Это вот информационный киоск такой. Раньше у них здесь был. Даже здесь, по-моему, до сих пор кто-то находится. Периодически. Там код. Фотография кота. Даже дата на календаре соответствует. А здесь таксофон. Телефон, с помощью которого можно было звонить. Он звук. Даже есть звук, друзья. Даже отходит звук. Он гудит. То есть можно теоретически взять и позвонить, воспользоваться этим телефоном. Удивительное место, конечно. Турция и вообще Измир. Просто невероятное что-то. Зашли бесплатно, пожалуйста. Смотрите, ходите, бродите. И с видом это самая высокая точка. Но место классное. Кадыфе-Кале. Она называется. Здесь, конечно же, имеет место быть и грязные бутылки, разбитые бутылки и грязь какая-то. Ну вот, собственно, самая высокая часть этого города. И, конечно же, здесь будет крепость. Вот вид на Измир. Камни могут упасть, все что угодно. Поэтому лучше с такими стенами машины не парковать. Вот вид на Измир с другой стороны. Ну, люди, конечно, я не знаю, может быть, именно в этом месте. Ну, чуть-чуть такие диковатые, конечно, попадаются, потому что и кричат что-то, еще что-то руками машут. Вообще в Турции обычно редкость такое поведение, редко очень встречается, что люди там что-то как-то себя пытаются какую-то проявить, что-то как-то к себе внимание привлечь. Вообще обычно в Турции как-то скромно себя люди ведут, а здесь вот это имеет место быть, к сожалению. Собственно, информация об этом месте, это Смирно назывался город, и это Акрополис, верхний город. Вот здесь цистерна, мечеть, ворота. Так вот можно все прочитать. В общем, друзья, я думаю, мы потихоньку будем покидать этот город, потому что, я не знаю, или мы здесь в таком месте оказались, или просто, может быть, приезжих много приехало откуда-то с регионов, с Турции на праздник. В общем, диковато себя люди здесь ведут. И в Турции, для Турции это, конечно же, редкость большая. Обычно турки более как-то скромно стараются себя вести, а здесь, ну, что-то как-то они, этот, начинают, начинают как-то, это то ли жарко, то ли еще что-то, начинают баловаться. Не все, конечно, но я думаю, это связано с тем, что сейчас праздник просто, и приехали откуда-то либо с регионов, либо еще откуда-то, и они вообще не видели ни иностранцев, ни такой машины, как у нас, не видели. И, в общем, они либо на нас смотрят какие-то комментарии, что-то комментируют, либо на машину. Ну, конечно, это все в рамках, но все равно, я думаю, удачу за усы дергать не будем. А и старайтесь одеваться скромнее, потому что, если девушка здесь с какими-то открытыми нарядами, естественно, она будет к себе внимание привлекать местных жителей, потому что это мусульманская страна, и здесь у них совсем другие обычаи, и совсем другие правила. А, ого, вот это да, вот это да. Да, прям в горе. Это, наверное, Ататюрк, скорее всего. Да, да, да. Прям в горе. И дороги такие прям красивые. Весь город пустой, вообще практически ничего не работает, даже продуктовые магазины какие-то обычные не работают. Людей вроде нет, вроде они есть. Непонятно, короче говоря, какое-то у меня складывается такое непонятное впечатление. Отели все тоже тут заполнены, переполнены, хостелы все битком забиты. Но путешественников много. Многие люди сюда приезжают. Но я, честно говоря, не знаю, что они здесь смотрят, чему они здесь удивляются, потому что, вот видите, вроде как центр какой-то, какая-то такая часть, ну а здесь люди кого спасут. Наверное, все-таки это такой район здесь, судя по всему. Какой-то может быть не очень благоприятный, типа трущоб. Ну, с другой стороны, они здесь любят кошек, животных, любят как-то. Как таковой какой-то прям супер-мега агрессии нет. Ну, дети бывают, да, такие настойчивые, такие какие-то прям стучат в окна, еще что-то попадается здесь. А вообще для Турции это редкость. Вот. Я думаю, мы поедем по побережью на запад. И, скорее всего, пока выходные, мы, наверное, переночуем в машине, а с понедельника уже и праздники закончатся, и на курортах не будет так много людей, и мы спокойно сможем заехать в любой отель, какой захотим. А, я сейчас за Диану там еду. Я выехал на трассу. Так, мы поехали на север. Ну, видимо, да. Видимо, да. И, короче говоря, скорее всего, мы просто заехали там в неблагоприятный такой район, типа трущоб. И поэтому люди там так себя вели. А, в принципе, мы сейчас почитали, оказывается, этнический состав из мира. Это в основном турки, и еще греки здесь есть, евреи есть. И, в принципе, да. Если вы где-то будете, наверное, вот поближе к набережной, поближе к морю, наверное, где-то вот в таких местах, то здесь, в принципе, все люди адекватные. А там просто они дикие из-за того, что, ну, сами по себе дикие. И в основном парни на улицах. Девушки все то ли дома сидят, то ли где, я не знаю. Вот у них такие прически бывают. Здесь уже больше такого позитива какого-то, чем агрессии. Пишут, что якобы Измир самый европейский город в Турции. Ну, лично я, по крайней мере, этого не заметил. Если бы вы меня спросили, какой самый европейский, европизированный город, я бы, наверное, сказал Гучек. Или, ну, не знаю, все что угодно, но только не Измир. Не, здесь, конечно, все классно, супер. И, в принципе, город такой клевый. Ну, не самый европизированный город. Я думаю, европизированных городов можно найти и более такие европизированные. Здесь как бы да, все, типа, как вроде как в Европе, да. Здесь он большой очень город, 5 миллионов человек живет, мегаполис, все. Ну, не знаю. Чего-то мне здесь не хватает. Наверное, это моя нелюбовь к большим городам, к большим мегаполисам. Во мне говорит. И вот даже здесь трасса, вот эта Ди-300, ну, аналог Ди-400, она вот проходит вот так. Шестиполосная такая, мосты такие широкие. Как бы все круто. Мегикан. Но, хороша Маша, но не наша. Прям мегаполис, здесь новый город, прям вообще бизнес-центр такой красивый. Многоэтажки, конечно. Но это все так тяжело для жизни, как мне кажется. И там, конечно, есть ветерогенератор, и все, здесь мосты. Платная магистраль сейчас будет. Прям по платной магистрали будем сейчас прям-прямо-прямо поднять. То есть, она, этот город, И-87, платная магистраль, она прям насквозь проходит через него. То есть, не где-то в обход, а прям через центр весь. За полчаса, там 60 километров, наверное, если не больше. В общем, мы, короче говоря, поедем на запад сейчас, по побережью. Но, я думаю, здесь все, что угодно можно найти. Любое вообще современное, урбанистическое, все, что угодно. И кто хочет ехать в Стамбул, я думаю, нужно начать, наверное, с Измира. Потому что Стамбул, он очень большой и просто гигантский. А Измир, он чуть-чуть поменьше и, наверное, чуть-чуть, может быть, побюджетнее, не такой туристический. И как-то, наверное, будет, это как-то, типа, проще будет, может быть, даже с Анталии начать, а потом приехать в Измир, здесь побыть. Ну, а потом уже ехать в Стамбул. Если вы окажетесь сразу в Стамбуле, наверное, это как-то будет, ну, не совсем Турция. То есть вы приедете в Стамбул, это вообще, по сути, не Турция. Это какой-то такой хаб, где встречаются люди со всего мира. И там как-то все, ну, не так, не по-турецки. Турция, она вообще другая. Не так, как здесь, в этих, во всех мегаполисах. Вот уборку территории делают. Кто-то говорит, что грязный город. Мне показался достаточно довольно чистым. Если не считать, что там бутылки где-то везде. Ну, это вот опять же, то есть вы, когда приезжаете, бесплатно смотрите крепость, достопримечательность, будьте готовы к тому, что тогда люди тоже так же приехали, как и вы, бесплатно выпили пиво и бросили там, где его выпили. То есть люди в силу своей культуры, они не понимают, может быть, или у них не принято, что нужно выбрасывать. Смирно, это там, где мы были? Да. Вот мы там были возле площади Агора. И что там возле этой площади? Там базилика. Базилика есть. Ну, я там все скиллами веду. Все, давай. Без машины, наверное, здесь тяжело. Ну, хотя, с другой стороны, здесь очень развит хорошо общественный транспорт. Но вчера пошли девочки покупать карту и не смогли карту купить за... оплатить платежной картой, карту для метро. Попросили, то есть потребовали у них наличные, чтобы купить карту для метро. Проездную. Проездную. И наличкой тоже нигде нельзя в платить. В автобусах нельзя, нельзя платить. У них, я думаю, здесь несколько карт. Вот кемпинг здесь. Я увидел там на выезде из города, в восточной части, вот здесь возле военной базы, возле военного порта. Кстати, вот это вот военные корабли, судя по всему. Увидел парк большой. В этом парке караванеров увидел, кемперов увидел. Кстати, здесь вот на скалах вот так строят, построили здание. Очень красиво. То есть у них вид из окна. Сразу здесь скалы и сразу на море. То есть на противоположную часть из мира. Очень интересно. И я думаю, может быть, мы даже, если там сейчас нам понравится, остановимся. Три минуты туда заехать, посмотреть. Ну, по крайней мере, я для вас сейчас координаты сниму. Будете знать, что здесь есть место такое хорошее. Потому что там вроде как можно заехать, постоять бесплатно. И еще, естественно, там вода будет. Ну, и все такое. Может, единственное, что просто огонь нельзя разжигать. Но здесь так мало все это стоит в Турции, что вообще готовить нет никакого смысла, даже если вы вдвоем, втроем едите. А одному тем более. Потому что вы покупаете продукты для какого-то блюда. И вы не можете столько съесть много. И готовите много. И в итоге половину просто выбрасываете. Или там собакам отдаете. И все. То есть смысл теряется. Здесь очень мало стоит еда. Я не знаю, почему. Как это вообще у них происходит. В ресторанах они платят поварам, официантам. Платят за аренду. Ну, набережная, кстати, тоже здесь очень красивая. В этой части они вот и для прогулочную сделали зону хорошую. И вообще все такое. И бесплатная парковка. Там я вижу, каравайнеры стоят. Прям под мостом в тени можно встать бесплатно. Ну, так как-то такая транзитная точка на набережной, мне кажется, идеальный вариант. Еще плюс ко всему Wi-Fi есть бесплатный. Ну, вон я вижу. То есть в парках у них бывает в Турции Wi-Fi. Но там, скорее всего, турецкая сим-карта понадобится, чтобы смс пришло. И вы как бы можете здесь стоять. У вас, в принципе, все будет. А я сейчас еще хочу чуть-чуть дальше туда проехать. Вот. Совсем чуть-чуть. И вот они стоят, каравайнеры. Вообще прям под соснами стоят, под деревьями. Здесь вообще классно. Все приехали на пикник. Вот это все каравайнеры стоят. Это большая редкость вообще, что разрешают на публичных набережных или пляжах заезжать каравайнерам. Я, кстати, по этой причине тоже отказался от автодома. Потому что везде запрещен въезд, парковка, остановка. Здесь либо платно, но платно, по идее, не должно быть. Либо же просто знака нет, и все каравайнеры сюда приехали. Место вообще получается классное. Между прочим. Очень хорошее место. Я вам сейчас покажу еще раз координаты. И бесплатный въезд, и каравайнерам можно заезжать. Прям вообще мега-супер крутая набережная. С красивым таким зеленым травкой. А здесь вот еду продают в таких машинках. Он прям припарковался вот так вот в соседнюю машину. В фуд-траке. Вот. И вы можете в тени прям встать. Вот прицепы привезли. И вы можете здесь стоять ночью. Единственный минус, что рядом дорога. И скорее всего приедут шумные. Молодежь могут начать шуметь ночью. Не дадут спать. Ну, в принципе, место имеет место быть. И прям такое хорошее место. Я сейчас посмотрю, если там европейские номера будут. Может быть, я припаркуюсь рядом. И они даже здесь разжигают огонь. Барбекю делают. А вот с палаткой люди встали. Пожалуйста. Вот кто говорит, что типа, как путешествовать. Где взять деньги на путешествие. Вот, смотрите. Люди приехали, поставили палатку. Спят. Живут бесплатно. Вон огонь там прям вообще. Прям огонь-приогонь. В парке. Я думал, так нельзя делать. Эти дома здесь стоят давно. Здесь, по-моему, еще даже электричество есть. Ну, Wi-Fi точно должен быть. А вот эти вот машины типа продают. Они здесь давно стоят. Да. А это что? Мустафа Кемаль, а-ля-то тюрк купается? Не, я думаю, мы здесь не будем останавливаться. Ну, координаты вот этого места, пожалуйста, можете записать. Очень милый парк. Он мне напоминает какие-то парки, где-то в Японии, может быть. Там у них тоже так все культурно. Даже у них в Японии там не было, по-моему, вот так, чтобы скамеечки, вот так, столы. В основном люди как-то на полу. И здесь еще, по-моему, даже бездомные живут. Вот это вот чей-то человека, дом, у которого нет дома. Он бутылки собирает, банки, и здесь посуда, кровать вот там у него. Весьма такое неоднозначное место. И плюс ко всему бесплатная парковка. Но если вы едете, допустим, транзитом через Измиры, вам нужно просто место какое-то хорошее, немедленно остановиться, это вообще идеальный вариант. Еще есть кафешка, ресторан. Ну, то есть все самое необходимое, что может понадобиться, здесь есть. То есть вы можете просто приехать даже и жить здесь. На углях готовить еду. И все. У вас будет. Чай можно делать на сухом горючем. Смотрите, здесь даже бездомные. Как-то у них все цивильно. Вот там еда, наверное, их здесь подкармливают. Подкорн, все как-то сложно, культурно. И собаки тоже здесь. Какие-то такие неагрессивные. А, вот здесь вот чаши есть, в которых вы можете привезти уголь. Вот они молодцы. Просто они, конечно, грязные, но это можно почистить. И вот прямо здесь, в этих чашах, и вот здесь вот прям развести огонь. Специально отведенные места. Вон там тоже чаши. И я думаю, здесь можно купаться. Вон там самовары. Но турки, они любят. Все такое. Вот огонь разводить. Разжигать. И вообще. Для купания здесь, конечно, вода такая грязноватая, конечно. Но если сильно захотеть, наверное, можно покупаться. Друзья, у них здесь даже шезлонги есть. Причем они из дерева сделаны, из бетона. И обшиты такой вот деревянным деревом. Просто можете какой-то полотенчик свой постелить. И здесь отдыхать, загорать. Я видел такое в Мерсене. Тоже круто. Там тоже площадки террасные, тоской обшиты. Строил маршрут специально бесплатных дорог. Но любопытно то, что вот здесь вот кусочек есть такой, по которому можно проехать бесплатно якобы. Ну, по сведениям Google Навигации, конечно же. Но это 100% платная магистраль. И вот мы сейчас по ней едем. Я не знаю, я не заезжал нигде, а никакие пункты оплаты. Возможно, мы проедем просто сейчас какой-то кусочек, может, километров 10 или 20. И просто съедем с нее. Такое бывает. И в Европе бывает такое. И в Турции бывает, что вы какой-то кусочек едете по платной магистрали, но едете бесплатно. Поэтому не удивляйтесь, если, допустим, вас Google куда-то завел на такую магистраль платную, а вы ставили бесплатных дорог. Я всегда проезжаю вот мимо флагов. И вот здесь какая-то деревенька, наверное, в 30 или даже в 40 километрах от Измира. Ну, просто обычная какая-то типичная оляга. Вообще ни о чем. И такой красивый прям флаг. А там в Измире тоже были прям такие ярко-ярко, такие красные, такие флаги красивые. И вот они повсюду здесь. Вот почему у нас в Казахстане или, допустим, по России я тоже ехал, ну, такого не было. Количество флагов, такого патриотизма. Мы, в общем, едем на запад, по побережью. И, скорее всего, сейчас будем где-то останавливаться в отеле. Потому что... Потому что... В общем, у них вот такие вот цены на мясо вырезка стоит от 10, где-то примерно до 12 долларов за килограмм. Вот это, по-моему, электрический Мерседес. Да, у него нет выхлопных труб. И это Кэрфор магазин, это европейский магазин. И вот Кэрфор и Мегрос, это считается самые лучшие магазины здесь, в Турции. Ну, естественно, у них самые высокие цены будут. Но это будет первоклассное мясо, очень вкусное. Сколько раз мы покупали мясо, сколько раз мы покупали фарш, либо просто какие-то вырезки, неважно, стейк я купил, он просто вот таял во рту. И, ну, как бы, да, стоит немало, но оно очень вкусное. Вообще, любые продукты в Турции, они все вкусные. Ну, для меня, по крайней мере. Вот, мы едем уже по побережью. Там справа платная магистраль О-33. Но я решил по ней не ехать, потому что она в глубине. И, как правило, когда вы едете по платным дорогам, по таким, вы не можете останавливаться возле магазинов, возле пляжей, возле достопримечательностей. То есть, вам когда надо прям немедленно добраться из точки А в точку Б, конечно, вы едете по платной магистрали. А так они вообще немного стоят. И ездить можно. Ну, там вот вы не увидите вот этих вот домов, классных таких красивых, пальм. И вообще, из-за праздника очень мало людей везде, и на дорогах в том числе. Вот, видите, какое море красивое. И вот он опять, этот флаг. Просто какой-то, я не знаю, невероятной красоты. Может быть, я, конечно, идеализирую, но флаг сам по себе. Вот это вот полотно, а там с какого-то материала оно делается. И он еще и на закате вот так подсвечивается. Очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok